Педагогический транссип стартовал из Москвы в начале июня. В середине сделал остановку в Ульяновске и вот теперь добрался до берегов Амура, а точнее до Хабаровска. Речь не о поезде, а о мобильной академии Всероссийского проекта в помощь учителям. В апреле этого года его разработали сотрудники просветительской организации «Российское общество знания» и Федеральной ассоциации учителей литературы и русского языка. Теперь 9 кандидатов и докторов наук путешествуют по стране с важной миссией. До августа обменяться опытом с коллегами из 10 регионов. Потребность в этом бесконечном повышении квалификации является профессиональной характеристикой учителя, в том числе учителя русского языка и литературы, потому что учитель, перестающий учиться, перестает быть учителем. 4,5% это число читающих людей среди интеллигенции. И действительно люди, которые читают художественную литературу, это уже практически динозавры, наверное. Потому что читается, ну что-то такое современное из фэнтези, а те, кто читает классику, уже практически единичные. Чтобы спасти от вымирания любителей классики, а заодно повысить качество преподавания русского литературы и истории, уже разработали и продолжают разрабатывать бесчисленное множество проектов. Среди них как всероссийские образовательные программы, так и инновационные авторские методики. Есть такие и у дальневосточников. Если говорить о преподавании конкретно русского языка и литературы, то опыт учителей вошел в десятку лучших практик Российской Федерации. Речь о таких методиках, как программы по смысловому чтению и по обучению русскому языку школьников из семьи мигрантов. Обе разработали наши земляки. Эти и другие идеи преподаватели презентуют московским коллегам. Всего на два дня запланировано около двух десятков мероприятий по обмену опытом. Это на самом деле возможность сверить свой компас методически. Так ли это делаю? Может быть что-то подчеркну для себя новое? Своими идеями поделюсь. Конечно, мы слышали и знаем о проектной деятельности, но какие есть проекты в России? Конечно, мы не все знаем, не о всех слышали, поэтому это возможность познакомиться именно с проектами. К старту мобильной академии в педагогическом институте ТОГУ пришли около 150 преподавателей со всего края. Чуть позже к ним присоединились коллеги из Благовещенска и Южно-Сахалинска. Завтра, 29 июня, в Краевой библиотеке имени Наволочкина принять участие в семинарах и мастер-классах во второй половине дня сможет любой учитель гуманитарий. Вход свободный. Анна Комарова, Павел Баландинский. Программа «Настоящее время». Программа «Настоящее время».